Всем доброго дня! Сегодня будет мое мнение по удалению балансировочных валов на двигателе D4CB. То есть на дизеле. Все массово бегут, удаляют. Кто-то им рассказывает, что мотор будет неубиваемый и вечный. Но прям масса у нас таких случаев, когда они разваливаются, и мы выкидываем его потом в утиль. В принципе, мотор этот полностью, ставим другой, либо у нас очень большие вложения, то есть уже восстанавливаем в сток. Многие также из клиентов уже здесь были, они жалеют об этом, но так как они отдали там те же 300-350 тысяч, когда удалили от капитали движок, и теперь уже перехотелось, и хотят вернуть снова, но надо не 300, надо чуть побольше, чтобы все вернуть обратно. Вот очередной двигатель, который проходил 300 километров, по словам клиента. Делали его, капиталили ему 4 месяца, он там отдал его осенью, забрал весной. Вот, он развалился, туда он сказал, больше ехать я не хочу, не знаю, где это было место, что делать. Да, проблем очень много, собрано ужасно, непонятно из каких болтов. Многие крышки уничтожены, резьбовая часть. Здесь, это вот это вот, здесь вот, кстати, под болты, вот эти вот, видите, на герметик приклеили, во, ролик прикрутили. То есть резьбы не было, и ничего страшного, прикрутили на ролик. Здесь точно так же, здесь уже все, она вот-вот оторвется. Я вскрыл голову, торчит болт ГБЦ обломанный. Я попытался его отвернуть, гебельцами, у меня не получилось, но я думаю, приваримся и открутим. Блок у нас шлифовали плоскость. Когда я вскрыл головку блока цилиндров, то этот обломанный болт я просто вытащил. Здесь вот варили, у многих идет при сварке деформация, у многих бежит потом масло. Когда люди приезжают с балансировочными валами, в большей части мы либо отказываем вообще в обслуживании, либо без гарантии. То есть какие-либо переуплотнения каких-то крышек, то есть нижний грэм или поддон, то есть плиты поддона, если и делаем, то только без гарантии. Мотор заклинил. Ну как заклинил? Вроде что-то шевелится так, с трудом, еле-еле. Разберем и посмотрим. Мое мнение по этому поводу, как бы да, согласен. Они дадут там 0,2-0,3 вам поднятие давления, но это давление можно поднять также с заменой втулок балансировочных валов и самих валов также сделать. Или, допустим, если у нас там все отлично, но немного завышенные зазоры, можно также повысить вязкость масла. Но до сих пор, вот уже сколько лет, до сих пор я сталкиваюсь регулярно с тем, что люди приезжают и льют сюда 5,30. Ну, я согласен, там написано в книжке 5,30. Нет, это не так. Этот мотор на 5,30 отхаживает свои сновья 100 тысяч и в большей части он потом все, уходит в утиль, либо под капремонт. Разбираем. Живого здесь ничего нет, сейчас просто покажем, что произошло. Неважно, удалили ли вы балансировочные валы, не удалили. Главное собрать. То есть собрать это качественные запчасти правильно. Если мы что-то растачиваем, значит, надо правильно померить. Если что-то шлифуем, значит, надо учитывать это, ставить какие-то более там толстые вкладыши, толстые прокладки, подголовку. Если все это учитывать, то все будет работать. Вот. Можно расточить весь мотор, весь абсолютно, и он будет работать. Но нужно соображать просто в зазорах. То есть все померить, все поставить, как положено. Даже на многие ставят аналоговые какие-то вкладыши, неоригинальные, необязательно. И все это работает, ходит. И сердце. Самое главное сердце. Масленный насос, он всегда должен быть новый, оригинальный. Вот сейчас, на данный момент, конечно, он стоит вообще копейки, можно сказать. Поэтому сейчас скроем поддон. Болты вообще непонятные. Сразу вот приходится все выкидывать. Не стал я вешать его на вертолет. Вот резьбы нет. Нет, резьбы нет в плите. А вот тут длиннее болт, потому что уже вырвали резьбу и поставили длиннее. Если помыть, да, то это будет. Вот он лежит, огромный кусок вкладыша. А вот еще масло приемники, вон целая куча. Вот, сейчас мы его... Сейчас, сейчас, сейчас. Вот так. О, смотрите, смотрите. И кто это? Да, это, это вкладыш. Только как будто не алюминиевый, а металлический. Так, так, так. Ладно, скрываем сейчас крышку. Вот, резьбы нету, понимаете, варить. До самого низа болт садится. Резьбы нет, болт не отсюда. Сразу я выкидываю, которые болты не отсюда не пошли. Я понимаю, здесь на крышке там два болта, там из 15. Посадили вы на герметик. Если все обезжирили и качественно поставили на герметик, то как бы еще будет ходить. Но уже не так. Так, 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 что это у нас? То есть вот эта крышка на выброс. Вот так вот, ребятки, делали цепь. То есть варили гаргончиком. Кусочек выпилили и поставили. Эта крышка на выброс. Не, ну, может, конечно, там поставить что-то ввертыш. Вот так вот выглядят, когда удаленные. Так, здесь цепь растянута, потому что насос в НВД я сразу снял. Что мы видим? Инновский натяжитель. Тоже инновский. Только какой-то странный цвет. Так, а здесь цепь получается короче вот эта степь? Да, она проходила вот здесь, сюда. А теперь она туда не идет. А и крышку поэтому переваривали. Да, потому что крышка неправильно лежит. Когда мы удаляем балансировочные валы, что-то убираем там, здесь есть такая проблема, на больших пробегах разбивает шестерню вала баланса. Вот сейчас она прям очень сильно болтается. То есть его собрали, и люди не заменили. У многих на второй, на второй замене цепей ГРМ, у многих прям приходится менять крышку ГРМ в нижнюю внутреннюю. Где-то когда-то я уже говорил, для нее есть ремкомплект, там идет вкладыш, его можно отдельно заказать, и в принципе токарь может все сделать. Вот. Ну, практики вроде такого нету пока, хотя сейчас крышки что-то каких-то там непонятных дурных денег стоят, поэтому может быть и придем туда, к этому когда-нибудь, будем ремонтировать их. Может они вообще закончатся, деваться будет некуда, и вынудит нас делать. Не знаю, как я буду сейчас проворачивать, мне надо коленвал проворачивать, а вырывать как-то буду в нагляк. Успокоители оставили старые, везде износ. То есть вот он, успокоитель старый, износ. На что надеялись люди, когда собрали этот мотор. Так. У нас в большей части рвет цепь, ну, если все штатно, верхнюю, потом рвет нижнюю, вот эту среднюю. И рвет ее, как правило, вот здесь всегда, вот в этом месте, может быть, кто-то многие сталкивались. Вот на этой шестерне было. Потому что закусывает корпус бланчировшего вала. Смотрите, шестерня. Видите, какой ход у них? То есть она вот-вот отвалится. Если бы даже с коленвалом было бы все хорошо, то буквально с небольшим пробегом и оборвала бы цель. Вытаскивать будем совсем неправильным способом, потому что вариантов других нет. так, но маслоприемники не буду вымывать, показывать, потому что сейчас коленвал вытащим и все увидим. После капремонта поставили новую оригинальную турбину, но так, в принципе, вроде бы еще живая. Насос, скорее всего, оригинальный, только вот вот так сейчас я сниму и вот вот он насос у нас, логотипчик хундаевский есть. Насос видно задрало, сильно. Насос. Цепь вроде как новая, но что-то особо может быть и оригинальная. Ты смотри, вот шестерня, которая у нас, вот они вот так вытаскивают вторую шестерню, оставляют одну. Корпус остается. Так, втулки были задраты до этого, видно, старые, просто перевернули. Очень большой задир был. Забивали, причем прям вообще чем-то головка или что-то такое, странная штука была. Непонятно, чем-то ее забили. Не буду снимать, даже шестерню не хочу. Сейчас будем вытаскивать коленческий вал. Шатун на всякий случай пометим. Шатун если ставим там стандартные вкладыши, вообще не надо ничего меть. Хотя тут можете свои старые метки. что это такое? А что случилось с шатуном? Смотри. Его как будто или долго били, или это что такое, балансировка? здесь тоже такой и там. А зачем? Что с шейками это сделали? Может быть это новый вид балансировки шатунов? Прям брали и я наждак снял. Ай, там с боков. Слушай, давай достанем, сейчас интересно будет. Шатуны корейские. Неважно, евро третий с 2002 по шестой и шатун евро четыре там с седьмого по одиннадцатый год. Допустим, у нас они все одного веса. Все абсолютно одного веса. Не нужно их балансировать, взвешивать там что-то. Даже если вы ставите ставите к примеру что-то у нас такое. Какой-то интересный новый вкладыш. Я такого не знаю. Такой цвет интересный. Китайский наверное. Слушай, вот. Что хоть на нем написано то? Рам бам бам так. 0,25 колено растачивали. короче смотрите. Всю шейку сточили спилили наждаком. Вот прям вообще всю сточили. Я не знаю зачем это сделало. Итак на всех сейчас я буду вытаскивать и смотреть. Я думаю поршень здесь ничего не спилили. Поршень 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 стандартный стандартный но не оригинальный смотрите даже даже вот сейчас я помою там даже фирма осталась она не успела отгореть даже на этом поршне то есть он прям завелся проехал и развалился что это такое вот что вот какая-то фирма Вен Макс какой Вен Макс Вен Макс ну пусть быть Ведьмакс ладно судя под не догадался точно наверное облегчили спитали вообще первое впечатление что я разберу и все это выкину на побой потому что здесь на этом моторе нет ни одного живого места вообще нигде то есть так же разбирались форсунки топливная рампа то есть болты постели распредвалов кронштейны держатели топливных форсунок все топливные трубки все охлаждающие вообще ничего не жил вот там есть инвалид кстати лежит смотрите я увидел вот этот металлолом это кстати киа сорэнто бл вот вот этот вот он инвалид перемотанный вот весь изолент когда попадает эмульсии или вода он теряет свое свойство и разбухает и у него чтобы он не вздулся как шарик вот его замотали как мумию ну и так здесь все вообще в принципе так это вообще просто спорт вот вот он а у этого тоже есть магнит слушаю это же есть магнит вот он задир коренной что за вкладыш вот таких боевых нет даже названия нет есть какой-то 025 тоже разточник ну вот вот и все видите смотрите замка нету замок прокрутила провернула в блоке ну за 300 километров вот так вот 25 поставили забыли расточить колено вам все весело это короче оба у меня есть этот это кто он почему там был это под бугерем лежала проставочка проставка под бугерем была компенсировали вот он раздавила его беднягу одну сторону а как будто смотри колено вот он эта часть вкладыша целая а эту раздавила ну все верно то есть они вкладыши 025 а колено забыли расточить правильно ты говоришь ну я не знаю но сожрала на одну сторону рубанули прям по полной денег вот он прям просто ушатало шатунный 4 я думал что такое тут было вот а этот тоже расточенный ах ты смотри они не облегчили его и поэтому да все видишь облегченные их делали в этом все у нас вот такие обточены наждаком они сплавающая нагрузка а этот остался стандарт подстраивается под настроение коричневого поэтому и и все так и произошло все короче не прописали новый ну вы все видели все сделано грамотно качественно хватило хватило ровно на 300 километров и разлетел ази все просто пух и бра я бы с удовольствием сделал этот мотор другой пятый десятый но даже после кого-то я бы его сделал но не после вот этого вы сами видите это просто я не знаю что здесь сделали а кстати коленчатый вал у нас а китаец расточенный китаец а может быть он был не расточенный но это китайское колено да китайское новое колено хорошо если китайское новое колено зачем вкладыши смотрите а по поводу китайского колена ну в принципе в принципе в целом очень многие ставят если брать ту статистику которая все это работает и люди ездят многие ну 50 на 50 я сам лично ставил людям собирал без гарантии и был прям в восторге от того как работает двигатель насколько он чистый мягко прям можно сказать прям шелестит если на китайское колено поставить стандартные допустим кфм вкладыши то много раз так происходило много раз так делали люди делалось у нас тоже под какого-то клиента по его просьбе и все работает шикарно прекрасно работает также знаком с одним из токарей которые работают и они говорят что изначально берешь коленвал неоригинальный его меряешь якобы те буквы которые там написаны не соответствуют размерам его либо вот реально растачивают сразу под 0.25 то есть выравнивают балансируют и только тогда в принципе работает но в большей части люди сейчас так как колено стоит очень дорого просто ставят китайское колено стандартные вкладыши и все работает ходит опять же втулки втулки вала баланса то есть если они у нас удаленные допустим или допустим сделанные как положено то все будет работать очень редко захожу смотрю там свои видео что вы пишете очень редко в основном все это происходит через оператора он мне передает ваши ваши вопросы и мы отвечаем вместе ну в этот раз я зайду и гляну вопрос такой кто-нибудь видел это что это такое зачем мастер сделал такое с крышкой шатунной и вопрос второй зачем он это сделал только да что такое блин очень он сделал только это на первой второй и третьей шейки то есть на четвертую он оставил оставил стандартную и ее же и закусило не знаю что можно будет на это сказать клиенту то есть что сейчас ему вообще ответить его мотор больше жив или или все просто как он будет реагировать на это опять же мы упираемся в подбор техцентра в котором он произвел свой капремонт четыре месяца и триста тысяч потом триста километров он проехал и случилось вот это все по факту мы разобрали дефектовали двигатель видим что сделано здесь ну пусть даже с покупкой запчастей тысяч на сто вот здесь вот все что здесь сделано потому что ничего даже я у него смотрел бумаги потому что когда первый раз он приехал с того техцентра он у нас был был на диагностике и оказывается гидрокомпенсаторы после попадания стружки они оставили и они очень сильно стучали вот и в этот раз теперь вот он уже приехал и заказ в снаряде было указано замена гидрокомпенсаторов и самое главное я увидел что там у него стоит уже новый стартер он кстати он там а сгорел он именно вот из-за этой проблемы то есть он поставил новый стартер все вроде бы верил что ему сделали хорошо но в итоге вот существуют такие люди ну ладно всем пока до новых встреч спасибо за субтитры субтитры